Настоящий праздник творчества и эстетики. Показы одежды сменяются выступлениями хореографической студии. Бэйби-модель обычно проходит на площадке Дворца Пионеров. Это семейная атмосфера и в то же время профессиональная энергетика большой сцены. Я всегда говорю о том, чтобы не путали конкурс красоты и конкурс моделей. В нашем конкурсе девочки выступают настоящими моделями и демонстрируют одежду, изготовленную специально для детей разными компаниями, разными брендами. Но одежда специально разработана для определенной возрастной категории. Эта возрастная категория ее и показывает. Вот у нас четыре категории по росту. Все как во взрослом моделинге. И девочки соревнуются по умению демонстрировать одежду. И вот девочки в течение учебного года учат у нас технику шага, учат какие-то несложные приемы демонстраторов одежды. И вот в конце учебного года они у нас участвуют в конкурсе. Полноценными участниками конкурса по праву могут считаться мамы юных моделей, которые и волнуются, и всеми силами поддерживают своих девочек. Для мамы, значит, много нервов. Ну, для нее веселье, радость. Ей нравится находиться на сцене, с подружками веселиться, заниматься. Она ответственна, да, доча? Да. Мне нравится больше всего там заниматься, веселиться. А по сцене нравится ходить? Нравится. Конкурс – это, ну, такое громадное событие, потому что все последние недели, по сути дела, мы проходили на репетициях, бесконечных примерках, волнениях, хлопотах. Накануне это, конечно, было очень волнительно, потому что дочка переживала, все ли получится, все ли ей удастся, сможет ли она вспомнить все постановки, все проходки. Но, в конце концов, мы все собрались с семьей, сегодня ее поддержит огромное количество родственников, друзей, знакомых, пришла ее хорошая подружка, так что думаю, что сегодня все будет замечательно, все получится. Сами участницы расценивают конкурс и как игру, и в качестве перспективы на будущее, и возможность обрести необходимые для жизни навыки. Так было очень сложно, но немного весело. Мы занимались очень сильно, мы очень сильно старались. Я всегда хотела научиться правильно ходить, красиво, осанков, чтобы держать, и чтобы не бояться публики. В принципе, я вообще не переживаю за него, то есть, если я проиграю, мне будет, ну, как бы, не обидно, то есть, я не расстроюсь. У меня был кастинг, я начала пытаться, ну, и потом стала себя понимать, что надо стараться больше, ну, и начала стараться к лучшему. Для жюри подобные конкурсы всегда непростая работа, ведь дети милые, все без исключения. Но, тем не менее, победительницу в каждой категории выбирают только одну. Разрядить атмосферу помогли призванные партнеры конкурса, которые никого не оставили без подарка. Наша компания поддерживает развитие детей во всех областях, поэтому мы стали партнерами городского проекта «Бэби-модель». Каждый ребенок достоин самого лучшего. Мы решили, что нужно помогать развиваться деткам в разных сферах. Предоставили главным, дорогим нашим участницам подарки, игрушки, которые будут радовать их в дальнейшем. Организаторы проекта благодарят партнеров компании «Добрый пекарь» и «Союз игрушка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова